Музыка Михаил Михайлович, я в принципе, наверное, понимаю более-менее, когда обращаться в районную администрацию, когда в полицию, если случай явный кражи или, не дай бог, кого-то избили, а вот когда в прокуратуру обращаться, не понимаю. Часто бывает, что граждане не по адресу заявления пишут? Да, это бывает довольно часто. В прокуратуру следует обращаться прежде всего на действия и бездействия органов государственной власти, контролирующих органов, администрации районов, муниципальных образований. Это и органов полиции. Об этом и не только. Поговорим сегодня в программе «Здравствуйте». Это программа «Район и квартал». С вами Алена Алешина и Виталий Лукашев. 12 января – день работника прокуратуры. Но, а чтобы он как день взятия Бастилии в известном фильме «Не прошел впустую», пригласили мы сегодня помощника прокурора Фрунзенского района Михаила Носенка. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Ну, а чуть раньше, 9 декабря, отметили мы Международный день борьбы с коррупцией. И сразу пример. Не так давно Кировский районный суд Петербурга отобрал у судебного пристава «Мерседес» стоимостью почти 4 миллиона рублей и обратил в собственность государства. Потому как именно прокуратура выяснила, что трудовых доходов за три года предшествующих покупки на роскошное авто не хватает. Нужно ли звонить прокурорским, если ваш, скажем, сосед, и тем более госслужащий, живет явно непосредством? И вообще, в каких случаях надо, а в каких точно не надо, беспокоить сотрудников ведомства? Михаил Михайлович, ну, давайте вот этот пример с приставом разберем. Я понимаю, что вы к нему отношения не имели, это совершенно другой район. Но, тем не менее, нас удивило, что, я так понимаю, факт взятки, факт нетрудовых доходов не доказан, что вот нарушил закон этот госслужащий, но собственность у него все равно отобрали. Как так? Что это за механизм такой? 273-й федеральный закон о противодействии коррупции предусматривает обязательное заполнение, ежегодное заполнение лицами, замечающими государственную должность, сведения о доходах и расходах. Такие сведения заполняются госслужащими каждый год. В случае, если государственным служащим приобретается имущество, стоимость которого он не может обосновать своими доходами и членов его семей за последние три года в размерах до 3 миллионов рублей, в этом случае законодателям предусмотрена возможность обращения такого имущества в доход государства. Михаил Михайлович, вы сказали членов семей, а до какого колена вы родственников проверяете? По 273-му федеральному закону о противодействии коррупции проверяются, смотрятся справки о доходах непосредственно государственного служащего, его супруги и несовершеннолетних детей. Ну, то есть, в принципе, вот тот вопрос, который вот в начале программы я задал пока в воздух, то есть, если я вижу, что у моего соседа, который занимает ту или иную должность, роскошное авто, там, стоимостью примерной, там, много миллионов рублей, то, в принципе, это повод привлечь внимание прокуратуру. Если поступит в прокуратуру сигнал о том, что кто-то ездит на дорогом автомобиле, и он, возможно, приобретен на коррупционную составляющую, то в этом случае будет проведена инициирована соответствующая проверка. А я вот к родственникам еще хочу вернуться. А если на маму записал, то можно, значит, убежать от внимания прокуратуры, я правильно понимаю? 273-м законом о противодействии коррупции, в данном случае механизм, который предусматривает подобные проверки, такой родственник, как мама, не охватывается. Но в этом случае, если поступает такой сигнал, это, естественно, будет сигнал для того, чтобы направить информацию в соответствующее ведомство. Если, возможно, мамой этого должностного лица получены какие-то незаконные денежные средства, и на них приобретен автомобиль, то это основание для направления информации в органы полиции и в налоговые органы, которые уже посмотрят, на какие денежные средства приобретено данное имущество. Ну вот я предлагаю по родственным связям, это очень интересный момент, мне кажется, по родственным связям. Мы сейчас еще в них углубимся, в генеалогические древа возможных коррупционеров. А пока прервемся, время новостей городских районов вернемся в студию ровно через 4 минуты. Число ДТП с участием несовершеннолетних в Петербурге снизилось на 15%. Статистику за минувший год озвучили представители ГИБДД на пресс-конференции в Интерфаксе. В Петербурге сейчас один из самых низких показателей детского дорожно-транспортного травматизма, как по северо-западу, так и по всей стране. За прошлый год пострадавших стало меньше почти на 16%, а число детей погибших на дорогах снизилось вдвое. Большая часть пострадавших – это дети-пешеходы. Причем пик таких ДТП приходится на начало учебы после каникул. К этим датам приурочены профилактические акции ГИБДД во всех районах. Начали мы проводить акцию «Юный пешеход», которой прежде всего ориентируем сотрудников госавтоинспекции, работающих на линии, на пресечение фактов нарушения детьми нарушения правил дорожного движения. В прошлом году мы выявили около 10 тысяч фактов нарушений детьми правил дорожного движения. Также с 1 июля этого года изменятся правила при перевозке организованных групп детей. Предупреждать ГИБДД о поездке нужно будет не за два дня, а за семь, чтобы успеть проверить техническое состояние автобуса. А его срок эксплуатации должен быть не более 10 лет. Теперь патрульная машина должна будет сопровождать колонну не из трех, а из двух автобусов с детьми. В Московском районе будут разрабатывать и выпускать хай-тек для Минобороны и Роскосмоса. Новый научно-производственный комплекс заработал на Благодатной улице. Новый 11-этажный корпус на Благодатной улице начали строить в августе 2014 года. Прошлым летом начали переезд. Научные лаборатории и производственные цеха обеспечат работой не менее 500 квалифицированных специалистов. Без технологического рыбка наша Россия, наша Россия, я подчеркиваю, не может выйти на тот высочайший уровень, который мы намерены достичь, на те рубежи. Вот все, что здесь делается, это нет даже аналогов мировых образцов. Предприятие было создано в 93-м году на базе электротехнического университета ЛЭТИ. Сейчас оно выпускает приборы систем управления для самолетов и вертолетов, атомных подводных лодок и кораблей, космических ракет и МКС. Поэтому контролю качества здесь уделяется особое внимание. Мы запускаем тесты. Вот успешный результат. То есть длинный тест прошел нормально. Считается, изделие как бы протестировано. Значит, в случае, если происходят сбои, неисправности, тест останавливается с красной надписью. Полностью выйти на расчетные мощности научно-производственный комплекс должен не позднее конца текущего года. Затем его ждет дальнейшее развитие. К 2020 году по соседству должен вырасти еще один 16-этажный корпус. В нем, кроме всего прочего, разместится учебная база Университета аэрокосмического приборостроения с лабораториями и конструкторскими подразделениями, а также еще несколько предприятий, связанных с этой электронной компанией в единый технологический цикл. Ограде Владимирского собора в Кронштадте вернут исторический облик. Реставрационные работы начнутся в конце весны. Подрядчика, который займется реставрацией, Кронштадтское жилищное агентство выберет в конце января. Сейчас идет конкурс. Стоимость работы составит 36 миллионов рублей. Проект реставрации уже разработан. Сдать объект планируют в конце лета. Те элементы, которые имеются, они будут реставрированы. Те элементы, которые утрачены, они будут восстановлены. Например, если вы обратите внимание, входные, самые входные ворота, они уже были заменены в советское время. И, конечно, они диссонируют с тем обликом, с обликом ограды, с обликом собора. Ограда, как и сам собор, признанный памятником регионального значения, были возведены в 1875 году. Однако за это время решетку ни разу не реставрировали. Инициатором работ выступило Кронштадтское жилищное агентство. Объект был передан ГУЖА в 2015 году Комитетом по управлению городским имуществом. Впереди нас ждет еще один выпуск новостей городских районов. Ну а сейчас возвращаемся к разговору о коррупции. Наш гость, помощник прокурора Фрунзенского района Михаил Носенок. Михаил Михайлович, вот вы сказали, что, допустим, если там, возможно, госслужащий, у него очень дорогая машина записана на маму-пенсионерку. Вы сказали, что можете поделиться такой информацией, направить ее, ну, допустим, в налоговую. И налоговая уже выяснит, откуда у мамы-пенсионерки машина за 6 миллионов рублей. Понятно, это уже не ваша подведомственность. Это там пусть разбирается налоговая. А если человек пользуется имуществом дорогостоящим, допустим, ну, что называется, мы же не только живем там по документам, да, мы еще что-то видим. Если мы видим, что там, не знаю, в прошлом году чиновник ездил на Геленвагене, в этом году у него появилась вторая машина, мы знали, что он построил там в роскошном пригороде дом, и все на родственников записано. Ну, вот не верю я, что у прокуратуры он не вызовет повышенного внимания такой госслужащий. Нет, естественно, те лица, которые привлекают повышенное внимание, к ним будет повышенный интерес. Вы так очень сдержанно рассказываете. Мне кажется, что знаете-то вы гораздо больше, чем можете рассказать. Но именно как раз, наверное, в интересах торжества закона, для того, чтобы те самые лица, которые вызывают повышенное внимание, знали об этом меньше и продолжали это внимание вызывать. Вы, наверное, не все информации с нами делитесь. Сейчас я предлагаю еще одно мнение в студию добавить. Давайте посмотрим, что думает по поводу темы, которую мы сегодня обсуждаем, по поводу коррупции, в том числе наш постоянный обыватель-обозреватель Юрий Кондеранда. Зима, но часть зрителей со мной согласится. До первого сентября осталось недолго. Правильно, пора искать хорошую школу. А хорошая школа редко рядом с домом. А потому пора ехать и договариваться. Так и поступил мой сосед. Сын подрастает. Приехал, поговорил с директором. Мест нет. Ну и пошел в освоясье. Стоит за оградой, курит. Подходит мужчина, просит огоньку. Разговорились. Рассказал сосед о проблеме. Они знакомятся в ответ. Про благотворительный фонд в этой школе. А потом рисует на снегу пятизначную цифру. И молча уходит. Вот сосед и делится. Голову ломаю. Не знаю, что делать. Идти в полицию. Сообщить, что помогает взятку. Ну, понятно, что спросят, каким образом. И что им рассказать. Про то, как с директором школы поговорил, узнал, что мест нет. А потом неизвестный мужик на снегу написал сумму взятки. И потребует меченые купюры. Представляю этот гомерический хохот в отделении полиции. Второй вариант. Оплатить счет, написанный на снегу. Ну, то есть, по факту дать взятку. И уже после этого пойти в полицию. Так ведь привлекут. Преступление уже совершено. Нет, потом вроде как от уголовной ответственности освободят. Но мало ли. Третий вариант. Найти другую школу гораздо дальше от дома. Четвертый вариант. И кажется мне, самый распространенный ради ребенка приехать, дать и забыть, как кошмарный сон. Михаил Михайлович, ну вот, в принципе, что имел в виду наш постоянный обыватель-обозреватель? Понятно и очевидно нам, как обывателям, что мужик на снегу рисовал сумму, за которую его ребенка возьмут в школу. И вот, действительно, с этим в полицию можно пойти или в прокуратуру? Да, естественно, с такими фактами о вымогательстве, о вымогательстве денежных средств можно и нужно идти в правоохранительные органы и органы прокуратуры. Подождите, а в прокуратуре поверят? Ну скажут, ну мужик просто тебе написал номер своего телефона. Ну, неудачно, ошибся. В данном случае, чтобы истина по делу здесь восторжествовала, здесь в любом случае нужно провести оперативно-розыскные мероприятия, которые проводят органы полиции. Вот с таким заявлением сосед Юрий Михайлович пришел действительно в полицию. Вот Юрий Михайлович уверен, и сосед его уверен, что представьте, с каким гомерическим хохотом встретят нас в отделении полиции. Как должны полицейские по правилам поступить в этом случае? Вот пришел человек, ему что? Сотрудники полиции должны принять соответствующее заявление. Зарегистрировать данное заявление как сообщение о преступлении в книге учета сообщений о преступлении, так называемом КУСП. Присвоить определенный номер и соответствующие даты регистрации данного заявления. В рамках данного материала проверки провести мероприятия, которые могут привести в дальнейшем к возбуждению уголовного дела. Целью данной проверки будет являться выявление лица, которое вымогает денежные средства. Вот вы сами сказали, то есть это прийти и сообщить о преступлении. Но ведь преступление-то еще не произошло, и мы здесь в принципе даже говорим не столько о частном случае, а сколько вообще об обычаях соответствующего делового оборота, когда никто ничего не говорит вслух. Как раз именно для того, чтобы труднее было пойти в соответствующие органы. Многие люди боятся обращаться с подобными заявлениями, или же в силу того, что так проще поступить, дают денежные средства чиновникам. И тем самым они сами совершают преступления. Да не боятся. Ну вот вы представляете, приходишь ты в полицию, рассказываешь, ну мне там подмигивали, мне там на снегу рисовали, мне там что-то там намекали. Ну у вас вымогали взятку? Да нет, слова взяткой не было. Ну что-то такое вот, как будто бы вот, у меня такое ощущение, что с меня вымогали, но я доказать это никак не могу. Для того, чтобы возбудить уголовное дело по даче взятки по таким фактам, сотрудниками полиции должно быть проведено оперативное рискное мероприятие, где будет сделана совокупность действий, которые выявит преступника. А если отказываются принимать и смеются, то надо идти к вам в прокуратуру? Да, естественно, если органы полиции отказываются регистрировать заявление, отказываются его принимать, нужно и необходимо идти в органы прокуратуры и сообщать о подобных фактах. Прокуратура примет подобное заявление и уже направит его непосредственно в полицию для того, чтобы оно было рассмотрено и по нему были приняты меры. Михаил Михайлович, правильно ли я понимаю, что даже если, опять же, берем вот эту ситуацию, со счетом выписанным на снегу, на сугробе, пришел я в полицию, не слушая уговоров в дежурной части, что мне говорят, что глупости все это и так далее, пишу заявление, и мне не имеют права отказать в его принятии. Да, естественно, не имеют права отказать в его принятии. Данное заявление должно быть принято, зарегистрировано. То есть, и даже если мне действительно показалось, ну вот потом выяснилось, то есть они должны все-таки проверить, показалось мне или нет. В любом случае, по таким фактам должна быть проведена проверка. Причем заявление можно подать не обязательно, непосредственно приходя на прием в органы полиции. Сейчас предусмотрена форма подачи заявления в электронной форме, через электронные ресурсы соответствующих ведомств. Такой же электронный ресурс в интернете имеет и органы внутренних дел. Зайдя на их сайт и обратившись в рубрику рассмотрения обращений граждан, можно подать соответствующее заявление, которое будет направлено в территориальные подразделения, и по которому должна быть инициирована проверка. По результатам рассмотрения обращения у нас гражданин должен, будет в соответствии с 59-м федеральным законом порядка рассмотрения граждан, быть уведомлен о результатах рассмотрения его обращения. Как происходит проверка и как мы ее можем проконтролировать? Это ведь может быть и бумажная отписка? Или же это какие-то реальные действия? Нет, реальные действия. Мне дают деньги? Мне дают меченые купюры? Или как это происходит? Я их несу? Или я сама должна собирать эту взятку? В данном случае речь идет о проведении оперативно-розыскного мероприятия, которое имеет свою логику, тактику и методику, которая не раскрывается сотрудникам полиции для того, чтобы это соответственно осуществлялось. Есть у меня подозрение, что в большинстве случаев могу получить бумагу о том, что ваше заявление рассмотрено, проведена проверка, никаких противозаконных действий не выявлено, а тебя за эти два месяца и не вызывали, даже никаких меченых купюр в руки не вручали. Это нарушение? Если сотрудники полиции и любые другие должностные лица отнеслись пренебрежительно к рассмотрению обращений, заявлений, допустили по ним волокиту, в этом случае нужно идти в органы прокуратуры и сообщать о таких фактах. По таким фактам будет проведена проверка. Хорошо, допустим, человек не написал заявление, ребенка в школу надо устраивать. Человек пошел и заплатил деньги, пятиздачную цифру, нарисованную на снегу, и после этого пришел в прокуратуру и рассказал, мол, и так была такая история. Тут какие последствия будут? Уголовное законодательство у нас предусматривает возможность освобождения от ответственности лица, непосредственно давшего взятку и сообщившего об этом в правоохранительные органы с целью привлечения лица, которая вымогала у него данные денежные средства, просила эту взятку. По заявлению такого лица будет проведена проверка. То есть, получается, можно взятку дать, написать заявление на директора и устроить ребенка в школу? Нет, взятку давать не надо. Вы меня простите, конечно, это вообще какая-то юридическую коллизию сейчас придумаю, если взятка была дана из добрых побуждений для того, чтобы после этого пойти и написать заявление в прокуратуру, честно признаться, и взятку давал только для того, чтобы подтвердить сам факт вымогательства. Можно так поступить? Нет, взятка это преступление. Хорошо, так поступать нельзя, так поступили. Что будет тому, кто дал взятку? Вот прихожу я с заявлением и говорю, я дал взятку за то, чтобы устроить ребенка в школу, там, не знаю, 30 тысяч рублей. Не с потолка, кстати, взял цифру. Это 30 тысяч рублей. Признаюсь, пишу заявление, требую привлечь к ответственности. Есть такие нюансы. При проведении проверок по фактам взятки, дачи взятки, вымогательства необходимо и нужно непосредственно довольно часто ловить человека с поличным. В данном случае человек, лицо, которое непосредственно дало взятку, оно может сообщить о подобном факте. Но будет ли установлен факт о том, что другое лицо ее приняло, здесь, в данном случае, становится большим вопросом. Чтобы непосредственно такой ситуации не происходило, необходимо все-таки эти правоохранительные органы, органы полиции сообщать о подобных фактах, для того, чтобы была проведена соответствующая грамотная проверка с сопровождением и с проведением оперативно-розыскных мероприятий. Потому что в противном случае мы можем не прийти к конечному результату, к возбуждению уголовного дела по статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ненаказанию виновного лица. Ну, хоть ребенок устроен будет, прости меня, уголовный кодекс. Но ведь так-то можно... Ну, нет, но в принципе логика понятна, потому что так ведь можно человека и оговорить. Естественно, можно и оговорить. То есть, понятно, даже если я переписал все купюры, которые я вручил, и пришел в прокуратуру, в принципе, немедленно с обыском никто не поедет эти купюры слечать в бумажнике гипотетического директора детского сада или школы. Правильно, да? Да. Хорошо. На очереди очередной блок новостей городских районов. Вернемся в студию ровно через три минуты. На Выборгской набережной может появиться общественный квартал. В районе готовят документы для ориенновации бывшей промышленной зоны. Речь идет об участке между набережной и Кантемировской улицей, Большим Самсоньевским проспектом и улицей Александра Матросова. Здесь по планам может появиться гостиница, несколько объектов образования, а также спортивный комплекс и подземный паркинг. Реанимировать заброшенный квартал стало возможным благодаря принятию новых правил. Было внесение изменений в правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга. Они вступили в силу, появились возможности для развития той же реновации, редевелмента других территорий, развития новых микрорайонов. Но это все подразумевает сначала разработку проектной документации, проектов лунировок. Если раньше некоторые территориальные зоны позволяли размещать только производственные объекты, то теперь здесь появятся объекты и социальной, и общественно-деловой инфраструктуры, а также жилые дома. Кроме того, в качестве перспективных чиновники называют территорию на Ольгинской дороге и в поселке Торфяное. Петербуржцам предлагают взглянуть на Павловск конца 18 века. На выставке в библиотеке Россия представлены уникальные документы и акварели, многие из которых впервые покинули запасники. Эпитет впервые можно применить к этой выставке неоднократно. Акварели с интерьерами дворца и видами Павловска впервые в послевоенный период представлены в большом объеме. По ним, например, можно проследить, как менялась колоннада Аполлона. Вид ее сильно отличается от того, что мы можем наблюдать сейчас. В 1817 году во время грозы часть колоннады рухнула, но владелица решила оставить все без изменений, поскольку рухнувшая постройка очень была похожа на античные руины. Также впервые организаторы решили рассказать и о бытовой истории дворца. Есть иллюстрации о том, как, например, развлекались, купались многочисленные дети и внуки императрицы Марии Федоровны. Вот детская площадка и розовый павильон, которые не сохранились до наших дней. Здесь играл будущий император Александр II. А вот схема ванной комнаты. На плане можно увидеть, что сама ванная была помещена в шкаф, чтобы тепло сохранялось дольше. Как вы думаете, для чего могут одновременно пригодиться теплый утюг и дымовпускательная машина? Оказывается, эти предметы необходимы для того, чтобы привести в чувство спасенного из воды человека. Об этом говорит инструкция конца 18 века. При помощи утюга или жаровни с горячими углями разогревали тело человека, а при помощи дымовпускательной машины впускали в него табачный дым. Вспомогательных орудий у спасателей того времени был целый ящик, щетки, трубки, одеяла. Горячительные напитки, такие как камфорная водка, также входили в список. Пейзажи, графика, схемы и планы – всего около ста экспонатов. Выставки дают уникальную возможность познакомиться с подлинными свидетельствами эпохи и почувствовать изменчивое течение времени. Это все новости на сегодня, а мы продолжаем. Наш гость, помощник прокурора Фронзенского района Михаил Носенок. Михаил Михайлович, есть такая структура Росреестр. Для тех, кто с недвижимостью работает, Петербургский Росреестр известен на всю страну. Они затягивают сроки получения документов. Ваш покорный слуга несколько лет назад на руки получил свидетельство о праве собственности в октябре, датированное апрелем. То есть получить его должен был в апреле. Там никто не требует взятку напрямую. Но сроки настолько затягиваются, у людей валятся сделки, дела и так далее, что сам пойдешь искать, кому заплатить. И более того, найдешь, небезрезультатный будет поход, заплатишь и сделают все в сроке вовремя. Вот здесь, казалось бы, нету какого-то явного, явной коррупции, нету взятки. Но тем не менее, создаются самой работы, создаются условия для коррупционной емкости. Вот с этим можно прийти в прокуратуру? Да, естественно. В данном случае речь идет об оказании государственных услуг, которые регламентируются 210-м федеральным законом об оказании государственных и муниципальных услуг. Каждая государственная услуга в настоящее время, помимо данного закона, регламентируется в каждом отдельном ведомстве, в каждом отдельном органе административным регламентом об оказании государственных услуг. Знаете, я прямо слышу вот где-то отдаленный смех в Росреестре вот на эти слова по поводу регламента по госуслугам. И в данном случае, если сроки, установленные в административном регламенте, нарушаются, стоит идти в прокуратуру с подобным заявлением. Будет проведена проверка и в случае, если данные факты подтвердятся, то будет рассматриваться и решаться вопрос в отношении виновных лиц о возбуждении дела о административном правонарушении по статье 563 Кодекса административных правонарушений за ненадлежащее оказание государственных услуг. Михаил Михайлович, смотрите, это я должна сперва изучить регламент, определить, что они не выполняют этот регламент, потом писать вам заявление о том, что мне кажется, что меня тут... Вопрос в том, что вот мы должны написать заявление, что в соответствии с таким-то пунктом не выполняется такой-то регламент, или же все-таки в свободной форме написать, ну какого черта, вот есть вот такая вот история, мурыжет второй месяц, да, примите меры. Как правило, заявление в прокуратуру пишется в свободной форме. Главное кратко и емко изложить суть нарушения, суть нарушения законодательства. В данном случае достаточно изложить, что было обращение в определенную дату в органы Росреестра. Заявление подано в определенную дату, по истечению определенного срока, результат в форме выдачи, допустим, свидетельства о регистрации права собственности не получен. Свидетельство не выдано, в связи с чем прошу провести соответствующую проверку. И что будет Росреестру за это? Росреестру какой-либо другой структуре, оказывающей государственные услуги, что им будет за это? В случае, если факты нарушений будут подтверждены, то со стороны органов прокуратуры будет принят весь перечень, комплекс мер прокурорского реагирования, который предусмотрен для выявления таких нарушений. А какой это комплекс мер? Что это? Будет внесен такой акт прокурорского реагирования, как представление, которое направлено на устранение выявленных нарушений, на привлечение виновных лиц дисциплинарной ответственности и недопущение подобных фактов нарушений законов впредь. Кроме того, будет рассмотрен вопрос, если это касается государственных услуг и нарушения сроков по ним, вопрос о возбуждении в отношении виновных лиц административного дела, дело административного нарушения. Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, а к вам обращаются по поводу задержек сроков в Росреестре? Были заявления? Такие заявления поступают, и когда свои факты находят свое подтверждение, принимаются соответствующие меры. Как и на оказание государственных услуг и на нарушение их сроков со стороны любых других органов. Вы только что сказали, что заявления принимаются по поводу Росреестра, но в работе-то ничего не меняется. Видимо, находят как-то, выполняют акты прокурорского реагирования, а исправления не происходят. Может, мало заявляют? Может, люди просто плюют, находят посредников, платят деньги, потом забывают, как Юрий Михайлович говорил, как страшный сон. Может, все-таки надо не полениться и написать в прокуратуру, хотя бы в электронном виде. Если каждый пятый напишет, может, что изменится? Чем больше таких фактов будет поступать, тем больше проверочных мероприятий будет производиться. Тем больше мер прокурорского реагирования будет приниматься. И в данном случае эти меры все будут направлены на то, чтобы... Главная цель не наказать этих лиц, а в том, чтобы изменить работу данного органа. Чтобы эти нарушения прекратить и чтобы они выстроили, соответственно, реагируя на акт прокурорского реагирования, свою работу так, чтобы таких нарушений больше не было. В общем, нарушили право, надо жаловаться. А если не жалуемся, значит, так нам и надо. И остается только терпеть получать. Ладно, хорошо, мы поняли. Дали вы нам сегодня очень много инструкций, что называется, по поводу того, как жить и как сражаться на фронте неисполнения закона. Спасибо большое. Это был Михаил Носенок, помощник прокурора Фрунденского района Санкт-Петербурга. А телезрителям я напоминаю, что по телефонам, которые вы сейчас видите на экране, в течение рабочего дня вы можете звонить в нашу редакцию, рассказывать новости, предлагать тему наших будущих программ. Всего доброго. До свидания, Михаил Михайлович. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова